Всем привет, друзья! С вами Супер Бонни, сегодня я с Сагуликом. Расскажем вам про такую интересную игру, как Томас и Слендер Энджай. И у каждого будет своя часть. Сагулик расскажет про своё, а лично я расскажу вам про комьюнити, пасхалки, фан-базу, как я познакомился с игрой и... О, господи, что он сделал с телекузиками? Если что, говорю про создателя игры. Что ж, начну с комьюнити. Как я лично понял, у каждого там есть своя вселенная, стиль и, конечно же, оуз. Я, кстати, познакомился с одним нерусскоговорящим челом, и он своими анимациями, сделанных в рису мультфильма 2, можете, кстати, продвинул эту игру. Ну, и также мы сейчас делаем с ним модели вместе, если кто хочет, может, чек на наш канал мой. И да, вот вам, кстати, пример, сейчас вы ведь и должны видеть на экране, персонажа, которого я сделал с этим челиком. Его фаза, ну и... Короче, прочитайте. Ладно, вернемся к делу. Фандом очень любит скрещивать жанры СТ, которые для них, ну, типа, так себе. Ведь есть Томас Лендер, который, ну уж, в миллиарды-сиксиллярды раз не клон СТ. И да, как факт, если ты скажешь что-то про Томаса Слендера у них, начнется просто сразу... О, он бескорпляет игру! Бан, Бан, он плохой! Но, также, они уже затронули такие мультсериалы, как Телепузики, ну, неудивительно, которые позже станут терропузиками. И даже по Тинке и Ляля появятся в Томасе Слендере 3D Edition и вот эти монстры. Ужас. Также они затронули мультсериал Бекки и Эрдиган. Свощих, а за что это? Но посмотрел такой этот снова трэшчок для детей. Томаса, ну, тут объяснить, думаю, не стоит. И приключения человека, друзья, вообще трэш. Ну, видите на экране и понимаете, насколько фандом в большой степени отбитый. И знаете, что этот фандом только не делал? Он скрестил сраные мультфильмы с игрой. И есть такая девочка по имени Мучи, которая сделала этот трэш. Для нее, короче, все паровозики там это животные, а еще она сделала перфит раньше. Топ-трэй сошла. После этого трэша. Очень плохо, потому что... Камон, это паровозики. Паровозики. Что они с ними делают? Что вы понимали? Даже сам создатель игры официальный, он вместо того, чтобы сделать женским персонажам нормальные модельки, он просто брал какие-то R-D-4 модельки с бутсами. В хоррор игре про паровозики. Хоррор игра про паровозики, в которой женские персонажи С БУПСАМИ! Это как понимать, чел? Ну что ж, время рассказать про пасхалки. В принципе, в этой игре пасхалок не особо много, но есть одна пасхалка, которая прям запоминается. Это персонаж, которого зовут Мистер Тверкс. Но я думаю, его имя говорит уже само за себя. Ну, я думаю, что вы увидите у себя на экране, а также его можно встретить в таких играх, как... Томаса Слендер Инжайн 2D... Ну, просто 2D Север Коллекшн. Также игра Томаса Слендер Инжайн 3D Эдишн. А именно, в игре Томаса Слендер Инжайн 2D, я хз вообще, где вы можете встретить, но вот в 3D версии, заходьте на карту с Гордоном, и идёте там к какому-то месту, и там, короче, на холме будет этот додик люто флексить. А сейчас я ещё включил мио салтрек, который вы должны это и делаете. И да, данное аудио, это не просто скаченный с левого сайта какой-то рандомная песня, где-то уйдя, а это именно официальный звук звуков. Вот так вот. Ну что ж, а теперь я скажу, как я познакомился с этой... страшной... Лучше понимать, что это сарказм игрой. Значит, когда я был ещё мелким детсадовцем, или даже меньше, сидел я и листал такой ютубчик, и тут вижу какой-то на испанском я решаю по приколу проверить, что там такое. И там, короче, какой-то испанец люто сидит, используя вот такую вот гаморилку испанским голосом, озвучит это видео. Там была парочка мемов, Фэнс показал со мной прикол женских персонажей. Потому что я помню, там в 2D-части прикол в том, что там у некоторых женских персонажей. Три бутса. Это вообще пипец. Ну и короче, и я такой, типа, ну полнуков стрэш, ладно. Мне начали заливаться просто рейки этими О, Томазо Слендер Энджин. Я тогда не умел читать, в принципе, по-английски. Ну и тогда думал, типа, О, ну ладно. Смотрел и думал, какой же кал. И вот этим летом сижу, как обычно. И тут мне попадается видео по этой игре от пользователя Литролл ШЖ-7-8, в котором он сделал анимацию по этой игре в Рисунг Мультфильм 2. Я, кстати, вот именно с ними познакомился. Ну и также он делал анимации по СТ с модельками. Ну и как-то так сложились обстоятельства, за то, что мы с ним в Дискорде списались и сейчас дружим. Вот такая вот интересная история. Да. Так, ну что ж. А теперь требую Сагулища к микрофону. Да, на этом моя партия заканчивается, но я еще в конце обыскажу свое мнение по этой игре. Пока. Привет, или пузики, с вами Сагулик. И спасибо большое Супер Бонни за принятие меня в коллаб. Ну а я начинаю свою часть. Я перехожу к сюжетной игре по Томасу Слендеру в 3D. Томас Слендер в 3D. Стори мод. Так вот, меню сделано опять же на коленках. Это, кстати, редукс-версия. Также тут есть две главы и третья по сей день в разработке. На нее запили как ввозь стенку. И так вот, давайте уже перейдем к первой главе. День начинается как обычно. Перси в начальной сцене говорит с Крэнком. А позже начинается день главного героя, за которого мы будем играть в начале. И ГГ нашего зовут Пау. Пау бежит к Томасу и садится на него. Потом начинаются жесткие титры и спустя 8 часов начинается со сценками паровозиков. И нам нужно пойти к Томасу уже ночью. Когда мы приходим к Томасу, видим труп какого-то человека с оранжевой одеждой. Его зовут Валли. И сам Томас уже стал зараженным. А сзади Томаса Генри стоит. А позже Паула, видимо, убивает Томас. Либо неизвестно, что с ним становится пока что. Позже мы видим сценку, как мать Паула и уже главный герой, за которого мы будем играть и которого мы будем назвать как хотим, смотрят новости, где показывается, что где-то у Рельса лежит чей-то труп. ГГ отправляется туда и видит труп Валли. Главный герой шокирован увиденным и уходит. Позже Валли мутирует от бензина и становится монстром. Позже начинается классический геймплей данной игры. Нам нужно собрать 5 бочек с бензином. Когда мы собираем все это зло, начинается жесткая погоня и за нами гонится мутированный Томас. И просто послушайте, насколько этот саундтрек крутой. Субтитры делал DimaTorzok Мне честно, он понравился даже. Позже нам нужно отправиться в сарай. Они за горами находятся. И когда мы дошли до них, заканчивается первая глава. Во второй главе мы видим сцену, где Перси и Спенсер говорят с друг другом. И выясняется, что Спенсер один из тех, кто превратил Томаса в монстра. А причина тому была, что паровозики жаловались на что-то там. Честно, я сам не понял, что и как. Переводчик мне так перевел. А позже наш ГГ все-таки добирается до сараев и встречает там Гордона. Мы задаем ему вполне логичный вопрос. Что он тут нафиг делает? А оказалось, он искал безопасные места. Позже выясняется, что он выпил бензин. А как мы понимаем прекрасно, он заражен. Так, ладно. Раз уж вам интересно, что произошло дальше с Гордоном и чем вся эта история закончилась, то переходите по ссылочке в описании на мой ролик. Буду вас ждать там. До встречи всем! Субтитры сделал DimaTorzok